Когда вы выступаете на сцене, очень важно слышать, что вы действительно поёте или играете. Традиционно для подзвучки музыкантов используются направленные мониторы. Самая распространённая просьба, обращённая к звукорежиссёру мониторинга, нельзя ли меня поднять, и обликается она не всегда в бежевую форму. А зачастую это выливается в безудержное стремление слышать только себя. К сожалению, ситуация не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. В соревновании громкости ситуация нередкая, когда музыканты буквально воюют за то, чтобы услышать себя в обстановке непрерывно возрастающего шума. Система ушного мониторинга позволяет направить микс непосредственно в уши и легко решает эту проблему. Система ушного мониторинга имеет ряд преимуществ. И вероятно, самым важным из них является то, что благодаря миксу, попадающему непосредственно вам в уши, вы можете слышать себя более чётко без шума, исходящего со сцены. Кроме того, вы можете выставить тот уровень громкости, на котором вам комфортно работать. Эта опция, возможно, поможет вам более полно раскрыть свой творческий потенциал. Кроме того, убрав со сцены напольные мониторы, вы значительно сократите вероятность появления обратной связи. В дополнение ко всему, очистив сцену от лишних предметов, вы сможете свободно перемещаться по ней. Полный комплект системного мониторинга состоит из монтируемого в рэковую стойку передатчика, нательного приёмника и комплекта ушных мониторов. Каждый из приёмников способен принимать аудиосигнал только одного из передатчиков, а один передатчик может транслировать сигнал сразу на несколько приёмников. То есть, имеется возможность передать один сигнал сразу нескольким музыкантам. Как правило, передатчик устанавливается в рэковую стойку, расположенную рядом с микшерным пультом. Микшерный пульт используется для создания миксов, которые он затем направляет на передатчики. Небольшой нательный приёмник обычно крепится к поясу или ремню гитары. Вам нужно просто подключить ушные мониторы к соответствующему приёмнику. Компания Shure выпускает ушные мониторы только закрытого типа. Они способны уменьшить уровень фонового и сценического шума на 37 дБ. В результате вы получите более чистый микс. Системы PSM поддерживают работу трёх режимов. Стерео, моно и микширование. В режиме стерео, стереофонический микс создаётся инженерам по мониторингу. Сигнал левого и правого каналов направляется в передатчик. Он, в свою очередь, транслирует их на приёмник. И в итоге в наушниках вы слышите стереофонический микс, введённый специально для вас. В режиме моно на левый и правый ушные мониторы подаётся один и тот же сигнал. Сигнал, поступивший на любой из двух входов приёмника, будет звучать в обоих ушах одинаково. Режим микширования – это нечто. Наряду с возможностями управления громкостью, он позволяет регулировать одновременно и микс. К примеру, на вход один передатчика можно подать сигнал канала общего микса группы, а на вход два – сигнал солиста. Из нательного приёмника певец будет слышать оба канала в моно, и при этом он сможет регулировать их баланс. Немного похоже на работу кроссфейдера на пути диджея. Если всех участников коллектива может удовлетворить один и тот же микс, тогда вам потребуется всего один передатчик и по одному нательному приёмнику для каждого участника. В результате можно будет отказаться от приобретения нескольких передатчиков. Если же необходимо работать с двумя разными миксами, но при этом они могут быть монофоническими, будет достаточно одного передатчика и двух приёмника в режиме микширования. Один из исполнителей с помощью кнопок управления балансом громкости настроит его так, чтобы в уши подавался сигнал только его канала, а второй, соответственно, наоборот. То есть можно сэкономить, отказавшись от приобретения второго передатчика. Но в этом случае придётся работать только сигналом моно. Для музыкантов, которые не передвигаются по сцене, например, кладочников или барабанщиков, доступны проводные системы лучного мониторинга, такие как P9HW. В этом случае сигнал на поясной приёмник передаётся по кабелю с коммутированным непосредственно с пультом. При использовании беспроводных систем PSM или беспроводных микрофонов всегда проверяйте, выбрали ли вы совместимые рабочие частоты. Помните, всегда где есть возможность, старайтесь, чтобы антенны передатчика и приёмников находились в пределах прямой видимости друг друга. Это обеспечит вам самое высокое качество связи. Также, если вы одновременно используете нательный передатчик и нательный приёмник, системы ушного мониторинга размещайте их на разных сторонах своего тела. Субтитры создавал DimaTorzok